Дэнди, Дэнди, мы все любим Дэнди, Дэнди! Дэнди, играй в свет! Здарова, ребятишки, девчонки и мальчишки! Кстати, о девчонках. Я очень рад, что в ваших писах мне все чаще и чаще попадаются обратные адреса с надписью Иванова Лена, Никифора Умаша и так далее и тому подобное. Девчонки тоже начинают играть в приставки. Они тоже уже пристрастились к этому развлечению. Я очень рад и их приветствовать у экранов ваших телевизоров. Кстати говоря, о ваших телевизорах. Мне в письмах ваших попался такой вопрос. Пишет Никифоров Игорь из Нарафаминска. Вот что он пишет. Не портится ли мой телевизор от того, что я целыми днями играю на своей приставке? Мои родители говорят, что портится. Скажите, правы они или нет. Вот такая проблема у Игоря. Сразу хочется сказать, что характер изображения, который выходит из приставки, будь то Дензи или Сега, абсолютно одинаковый с изображением обычных телевизионных передач. Поэтому, строго говоря, никакого вреда вашей телевизионной трубке игра на приставках не приносит. Другое дело, что целыми днями играть довольно вредно для ваших глаз и нервной системы. Здаром врачи утверждают, что 2-3 часа в день игры на компьютере это максимум, который может позволить себе ребенок и его родители, чтобы не загубить здоровье. Поэтому вы на этот срок ориентируетесь, а телевизору вашему действительно все равно, что игра, что передача Дензи новой реальности. Я приглашаю вас в мир компьютерных игр. Многообразен мир компьютерных игр. И каждый день в торговой сети Дензи, в магазинах в Москве и не только в Москве, а в других городах появляются все новые и новые картриджи. И мы сделали доброй традицией в начале нашей передачи рассказывать о новинках, которые поступили в магазины для приставки Дензи. Когда вы приходите и видите, сколько на прилавке там всего лежит, вы буквально теряетесь. Вы не знаете, что вам купить, что попросить. Дайте мне то, дайте мне то. Продавцы иногда на вас смотрят косо, потому что они устают бегать от прилавка к стеллажам и обратно. Поэтому я хочу, чтобы вы были в курсе новинок. И тогда, придя в магазин, вы не будете долго раздумывать, что вам купить. Вы купите то, что советуем вам купить мы. Лично я, конечно. У меня вкус довольно разнообразный. Я люблю боевики, я люблю бродилки, я люблю спортивные игры тоже. И обо всех этих играх мы собираемся вам рассказать в наших передачах. А сейчас я хочу вам предложить такую вещь. Вы когда-нибудь играли в казаков-разбойников? Ну, конечно, играли. Вы бегали по двору, рисовали мелом стрелочки, потом эти стрелочки стирали, прятались подъездом. Вас гоняли дворники, милиционеры и родители. Домой ужин. Но все это, все эти разнообразные забавы сейчас можно получить, не выходя из дома. Просто если вставить подходящий картридж в вашу приставку. И я считаю, что игра Super Spy Hunter, Super Ochotnik за шпионами, как раз то, что вам надо. Прежде чем рассказывать об игре, давайте вместе послушаем, а потом и поаплодируем великолепной музыке, сопровождающей это путешествие. Для 8-битного процессора это, безусловно, большое достижение. Ну как вам? Создатели игры, давайте дневник. Вам по музыке пятерка. Super Spy Hunter для Дэнди полная опасность и путешествие утлого челночка, способного плавать и летать к своей неведомой цели. В первом уровне, который только и смогли пройти мы, так как совсем недавно получили эту игрушку в торговой сети Дэнди, наш герой мчится по автостраде, отбиваясь по пути от назойливых вертолетов, скорее всего полицейских, и уворачиваясь от нагоняющих его врагов. Благодаря усилиям программистов машинка так хорошо слушается пульта, что все ваши задумки и тактические уловки повторяют с точностью до миллиметра. Это, кстати, не всегда бывает на 8-битных приставках. Слева на экране датчик жизни и энергии. Не очень понятно, зачем его сделали таким маленьким и неярким. На него внимания, как правило, не обращаешь, и наступившая гибель бывает совершенно внезапной и неожиданной. Одинаково опасно и касание парапетов по бокам хайвея. Кнопки вверх и вниз ускоряют и тормозят движение соответственно. При первых попытках играть мы сразу поняли, что на газ давить новичку не стоит. Как и везде, надо сначала изучить трассу и внезапно возникающих противников, а потом уже давить на гашетку. Огневая мощь спайхантера подстать музыке. Патронов дается под завязку, так что жмите на кнопку А и ни о чем не думаете. В конце первого уровня первый главный босс на бензовозе. А может быть и нет, потому что где вы видели бензовоз с вертолетами на борту и пулеметами по всем бокам? Искусно уворачиваясь от пулей геликоптеров, мы ухитрились-таки сбить броню с главного, но дальше ничего не получилось. Может быть, получится у вас? Вот такой вот охотник за шпионами. Только недавно, несколько дней назад этот картридж попал мне в руки, и я, конечно, ничего там такого особенного пока не достиг. Но уверяю вас, что если вы сядете и как следует возьмите за этот картридж, что рано или поздно, через день, два, три, а может быть через неделю, у вас все получится. Это была приставка Dendy, 8-бит, но, как вы знаете, есть приставки и покруче. Вот Sega Mega Drive 2, эта приставка уже стоит у многих дома, и, конечно, тоже спрос на картриджи существует. Кстати говоря, это я вам скажу по секрету, для приставки Sega игр гораздо больше, чем для 8-битных. Так случилось, что во всем мире уже давно позабыли про 8-битные приставки. Бывают приставки Nintendo, которые тоже имеют процессор в 8-бит, и, пожалуй, что и Dendy. Ну, и, конечно, большое количество всяких китайских подделок, которые вы еще имеете неосторожность покупать. А вообще, в общем, весь мир уже давно, 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 давно покупает 16-битные картриджи. И сегодня я хотел бы сказать вот об этом, об этой игре. Называется она Road Rash, часть 2. Вторая. Я не видел первой части, к сожалению, но предполагаю, что там то же самое, только хуже. Несколько слов об этом. Производство фирмы Electronic Arts. Это прекрасная американская компания, которая, наверное, является сейчас лидером в производстве, программировании и в выпуске видеоигр. Так вот, что такое Road Rash. Road Rash по-английски это передряги на дорогах, так можно перевести, или сутолка на дорогах, дорожная суета. Дело в том, что действия этой игры происходят на дороге. Вы, герой этой игры на мотоцикле. Кто из вас не мечтал покататься на мотоцикле? Многим из вас, наверное, уже удалось попробовать себя на мопедах, на каких-то мотороллерах или других самодвижущихся велосипедах. Но все это ни в какое сравнение не идет с тем, что вытворяют герои этой игры. Не верите? Давайте посмотрим. Road Rash, часть 2. Поехали. Рокеры и байкеры всех стран. Соединяйтесь, объединяйтесь и напрягайтесь. На рынке видеоразвлечений появилась новая забава для вас. Поставьте ваши ржавые макаки и васхонды к забору и забудьте о них навсегда. Разгоните свои карпаты и мокики в бурьян лопухи и скорее садитесь смотреть, как надо ездить на двухколесных монстрах. Такой слегка возбужденный тон вполне оправдан. Из динамических симуляций, берущих начало с Формулы-1 для персоналки производства фирмы Эколейт, это заслуживает такого восторга, потому что выгодно отличается от своих многочисленных предшественников. Суть игры не сложна. Заработать как можно больше очков денег и купить себе порядочный аппарат, на котором не стыдно будет выйти на следующий уровень. А там уже твори, что захочешь. Ну, не совсем все, с оглядкой на полицию, конечно. Впрочем, герои Роудрэш полиции особенно не боятся, как не страшат их и порядки на местных автострадах. У них там ударить товарища куском трубы или цепью считается хорошим тоном. Орудия такого хулиганства вы должны отбирать у своих противников прямо на дороге. Закон джунглей действует на дороге в полном объеме. Если не ты, то тебя. Вот и вся философия в двух словах. Цель одна — доехать до конца, избежав неприятностей с полицией, разъезжающей тут и там, и больницы верного спутника Рокера. Там, в больнице, вам не только сделают противные уколы, но и сдерут приличную сумму денег. И тогда про новый мотоцикл придется забыть. Денег останется только на трехколесный велосипед. Весьма привлекательно в игре Роудрэш то, что играть в нее можно вдвоем. При нынешних строгостях с ГАИ и дороговизне бензина нет ничего лучше, чем усесться с товарищем Рокером на крашеный пол и, уперевшись руками в пульты вместо рулей, а ногами в стену вместо педалей, рвануть по трассе, пиная друг друга ногами и охаживая кусками трубы. Бесспорно, эта игра займет свое место в списке высокоинтеллектуальных и развивающих. Последние два предлагательных мы поставили в кавычки. А вы сами заметили. Ну вот и хорошо. Лихо. Вот чем отличается мир новой реальности, мир компьютерных игр, от того мира, в котором мы с вами живем. Ведь, конечно же, вы не стали бы на дороге вести себя так, как ведут герои от этой игры. Конечно же, это запрещено и правилами дорожного движения, и вообще, в общем, можно сказать, просто настоящее хулиганство. И только в компьютерной игре можно оттянуться на пропалу и спустить пар, который у вас там накопился за школьную неделю. Дальше. Что касается ваших писем. Смотрите. Каждый раз, когда я начинаю их читать, я обязательно натолкнусь на одно-два письма, в котором, увы, лежит регистрационная карточка. Ее нужно посылать не в адрес нашей программы, а в адрес фирмы Денди. Москва, 34 Денди. Очень простой адрес. Кстати говоря, вы знаете, такая есть статистика, что за каждую минуту нашей передачи в компьютерный центр по обработке ваших регистрационных карточек поступает 3-3,5 карточки. Ну, примерно 3-4 карточки. И ровно на столько же претендентов становится больше в нашей компьютерной лотерее. Помните эту задумку? Давайте-ка отправимся в компьютерный центр и посмотрим, что там происходит. Ничего не надо покупать. Не надо никаких билетов покупать. Просто берете регистрационную карточку, присылаете к нам. Да, как обычно. Но ваша фамилия сразу попадает в память нашего компьютера, и вы можете стать участником лотереи. Призы у нас каждый раз разные. Смотрите нашу передачу, и, может быть, вы выиграете. Да, скорее всего, обязательно выиграете. Всего доброго. До свидания. Все об этой нашей электронной лотереи. Нас спрашивают и интересуются. Ну, вам уже, наверное, не нужно ничего объяснять. Просто объявлю, что сегодня призом для нашей лотереи стали 3 картриджа для приставки DENDI. Я надеюсь, что, если у вас есть приставка DENDI, 3 картриджа вам совершенно не помешают. Кстати говоря, великолепная возможность появилась в недавнее время. Покупая приставку DENDI, вы не только получаете удовольствие, не только становитесь членами большой семьи нашей DENDI, но и имеете шанс получить какой-то не очень сильный приз, а, может быть, в конце года, и огромный приз еще Panasonic 3DO. Ну, а сейчас наш компьютер, как обычно, работает над перемешиванием ваших фамилий. И через несколько секунд я на ваших глазах нажму кнопку ENTER, и мы увидим на экране очередного призера нашей лотереи. Внимание! Итак, Московская область, город Ходьково, улица Черняховского, дом 8, квартира 65, Седышев, М.А. Седышев, тебе повезло. Ты получаешь 3 картриджа и становишься претендентом на наш главный приз Panasonic 3DO. Давайте немножко поговорим о том, что вы пишете в своих письмах. От Пятеркина Сергея мне пришло письмо из Московской области, из города Харлова, улица Победы. Вот, узнаешь? Сережа, это твое письмо. Вот что пишет Сергей. Я большой поклонник видеоигр. У меня есть приставка DENDI и большое количество свободного времени я провожу, играя в игру. Но, конечно, у меня, как у всех мальчишек, есть мечта. Уметь приставку семейства Sega. Игры для Sega меня очаровали сразу же, как только я увидел некоторые из них. Они поразили меня профессиональной мультипликацией и звуком, большим количеством игровых ситуаций. Дальше, внимание. Теперь я решил, что буду высоко квалифицированным программистом для того, чтобы создавать такие же игры. Я мечтаю создать игру Super F1 World Championship. Она будет посвящена моему кумиру, Айртону Сенни, который погиб на одном из этапов Формулы-1 в этом году. Сережа, ты, наверное, не знаешь, но уже существует игра, которая именно сделана под, даже, можно сказать, под присмотром Айртона Сенни. К сожалению, он действительно погиб, но перед самой смертью успел стать как бы руководителем художественной группы, которая создавала игру Формула-1, Super чемпионат, часть вторая. Так что ты немножко опоздал, но я тебя уверяю, что в том времени, когда станешь высоко квалифицированным программистом, ты придумаешь что-нибудь похлеще. Договорились? Дальше пошли. Соболев Женя, Москва, улица Петушкова. Женя, привет. На конверте он наклеил сумасшедшее количество марок, нарисовал в уголочке здесь сломенка, видите, Денди. А на обратной стороне своего письма, вы увидите, сколько тут наклеек. Все это герои компьютерных игр. Здесь вы можете видеть черепашку Ниндзя, есть такая игра, динозавра, есть игра Паркевского периода, Терминатора, такая игра тоже есть. И самое главное, вот этот человек, я думаю, хорошо знаком вам по игре Street Fighter, потому что это не кто иной, как Сагат. Вот такое красивое письмо, пусть с неправильными ответами, но мы очень рады любым письмам от вас, так что пишите, не забывайте нас. Дальше пошли. Дима Николаев, улица Аэрофлотная, дом 7, квартира 7. Пришла нам письмо на обратной стороне листка, смотрите, какой от души, как нарисован слоненок Денди. Да, конечно, он не похож на того Денди, который вы видите в нашей передаче, но это не беда. Главное старание, с которым Дима вырисовывал, сначала карандашом, потом фломастерами Денди. Я думаю, что наш слон не обидится на такой рисунок и не сочтет это карикатурой. А вот что пишет Дима Николаев. А теперь я расскажу о вашей передаче. О себе он уже рассказал, что ему 11 лет, учится в 6 классе, а вот что пишет о нашей передаче. Мне так нравится ваша передача, что я не могу оторваться от нее. Спасибо, Дима, большое. Мне нравятся ваши игры, которые вы показываете и которых я не видел. Еще мне так нравятся ваши призы, особенно картриджи. Я так мечтаю, чтобы у меня была приставка Sega Mega Drive 2 под Новый год. Ну, как сложится твоя судьба, Дима, я не знаю. Может быть, ты станешь победителем одной из наших викторин. Если ты отослал регистрационную карточку в наш компьютерный центр, то ты можешь стать победителем лотереи. Но если ты не станешь ни тем, ни другим, тогда учись хорошо, помогая родителям. Они под Новый год обязательно исполняют твою мечту. Успехов тебе! Как вы помните, Дима и Лена Васильева в нашей прошлой передаче получили за ответы на первую викторину главный приз приставки Sega Mega Drive 2. Но они же правильно ответили и на вопросы второй викторины. Мы не могли им дать две приставки, поэтому они ушли всего с одной. И тоже неплохо, вы знаете. Но почта приходит, и нам удалось найти победителя нашей второй викторины. Им оказался Ваня Коробков, город Красногорск, улица Железнодорожная, дом 26А, квартира 57. Ваня, тебе повезло. Идеально правильный ответ, и твоя мечта сбылась. Приставка Sega Mega Drive 2 отправляется по твоему адресу. Поздравим Ваню и пожелаем ему больших успехов. Я беру, кужму как будто. Больших успехов в игре на приставке Sega Mega Drive 2. Ну, а что же другие победители? Есть у нас и другие. Полонская Вера, Москва, улица Петра Романова, дом 4, корпус 2, квартира 26. Девочка. Ой, как хорошо, что девочка вызвала у нас передачи. Верочка, я не знаю точно, какая у тебя приставка, но думаю, что картридж для Sega тебе не помешает. Если у тебя есть Sega, хорошо? Если нет, то пора уже в твоем возрасте приобретать что-то посерьезнее. Так, что бы тебе такое подарить, а? Это солдаты, это не для девочек. Street Fighter, это точно не для девочек. Так, вот это что такое? Саптер-Эмин, не для девочек. Во! Розовая пантера отправляется в Голливуд. Так и называется эта игра. И она отправляется к тебе на улицу, на улицу Петра Романова. Вера, поздравляем. Ты заслужила этот приз, как никто другой. Поздравляю, Ирмуру. Это наш оператор балуется. Так, Вера, ты молодец. И, наконец, еще один призер. Октябрьский Сергей, улица Осенний Бульвар, дом 18, корпус 2, квартира 375. Не совсем правильные ответы, но тоже достоин приза. И тебе, Сережа, мы отправляем вот эту замечательную майку Дэнди. Носи ее на здоровье. Спасибо вам огромное. Поздравляем всех победителей. Ну, а призеров наших следующих викторин мы объявим в наших следующих программах. Так, письма, тайны, секреты, секреты, подсказки, тайны, коды, секреты. Играть в игру – это одно. А знать всякие там хитрые, коварные уловки, подсказки, секреты – это совсем другое. Вот, например, получил я письмо от Сухарева Сережи из Москвы, с Каширского шоссе. Ответы на викторину – не совсем правильные, Сережа, не огорчайся. И вопрос. Недавно я поменялся кассетой на DuckTales 3. Хм, дядя Скруджу помогает ученый Винт. Вот такое письмо. Видите, Сережа, писали. Соня и Дисуна. Видела. Так вот, Винт дает ему Винт. Деда Скруджа, имеется в виду. Для чего он нужен и как им пользоваться? К счастью, все больше и больше писем с конкретными вопросами по играм. Мы из этих писем просто задыхаемся. Мы даже не знаем, о чем вам рассказывать. Так что давайте сейчас отправимся к Денису и Саше. Посмотрим, что они для нас приготовили. Секреты от Дэнди. Дэнди. Здорово, ребята. Здорово. Здорово. Надо говорить, здравствуйте, дядя Сережа. Шутка. Так. Неделя прошла с нашей последней встречи, да? Прошла. И, наверное, не зря она прошла. Не для меня, не для вас. Да, не для фэнов. И для фэнов, ой, для фэнов тем более, да. А уж они там... Кстати говоря, вот фэны, у них судьба, конечно, не такая, как у вас. У вас, благодаря нашей программе, благодаря тому, что ты работаешь на фирме Дэнди, есть доступ практически ко всем картриджам. Но вот по письмам, которые мы получаем, я понимаю, что у ребят один-два картриджи обычно, не больше. Все остальные, они меняются, где-то достают, да. Ну и чего вы нарыли за эту неделю? В Сунике Первой я узнал очень интересный секрет. Хотел бы вам рассказать. Есть у нас Суни Первый. У кого же его нет? У кого его нет, да. И? Кстати, правда говорят, что в разных модификациях Суника есть одинаковые секреты попадаются? Правда. То же самое в втором Сунике можно сделать тоже, набрать комбинацию и попасть в разный уровень. А, ты вот этот секрет нашел? Да. Ну, покажи. Значит, выпускаем первую заставку, я пишу Сега. Так. И появляется Соник. Да. И начинает махать нам пальцем. Да. В этот момент нам нужно нажать. Повторить комбинацию точно. Вверх, вниз, влево, вправо. И А и Старт нужно нажать вместе. О, боже. Одновременно. Вверх, вниз, влево, вправо. А потом одновременно А и Старт. Появляется менюшка. О, так, так, так. Жизнь. Так. Уровни. Все уровни, все пароли. Даже по Снегу. Глаз. Там написано, наверное, Final Boss. Гуляй, веселись. Не хочу, да? Сколько жизней можно взять? Можно 6 жизней взять. На бонус уровень. Какая прелесть, а? Это настоящий подарок нашим зрителям. Просто настоящий подарок. Показать, как находить систему кодов и паролей, да? Блестяще. Ну и давайте еще что-нибудь. Вот, кстати, вот странная такая таинственная игра с сабтеррени. Кстати, в ней тоже есть секрет. Вот, значит, с первого уровня. Взлетаем. Полетим на левом. Если полетим на правом, мы начнем выполнять миссию. Так. Тут у каждой миссии есть свои задания. Но я хочу вам сразу же показать секрет. Мы можем сразу же так лететь. Полетим налево, вниз спускаемся. Вот. И внизу вот находится как бы такой уменьшенный завод. Можно сказать, что это завод. Какой-то постройка, здание. Кабайка кухни. Да. Или прачь. Мы разворачиваемся к ней. Так. Вниз. И начинаем ее расстреливать. Боже мой. Ой, можно так сказать. Прямо расстреливать. В упор. Стреляем, да. Стреляем, стреляем, стреляем. Да. И вот она потихонечку так разламывается, взрывается. И после нее остается ракета. Можно взять 10 ракет себе. И оружие новое. Ну что ж, я очень благодарен вам и наши зрители тоже, что вы, не покладая рук, не покладая пультов, целыми днями и ночами, наверное, готовитесь к нашим передачам, пытаясь откопать какие-нибудь секреты. И до встречи в нашей следующей программе. Пока. Пока. Напоминаю вам, что с вами, фанатиками видеоигр, мы встречаемся ровно через неделю в пятницу в магазине Дэнди на Красной Пресне в 5 часов вечера. Я буду ждать вас вместе с Денисом и Сашей. Ну, а наша сегодняшняя встреча, увы, подошла к концу. Все призы мы раздали, лотерею сыграли, про секреты рассказали и об играх узнали. До встречи на следующей неделе. Пока. Призывы. Дэнди. Новая реальность. Любые игровые видеоприставки, фирменный сервис и надежные гарантии в магазинах Дэнди. Красная Пресня 34, Петровка 12, переход метро Театральная ГУМ. Телефон 245-19-96. Дэнди играет все! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова